На очередном планерном совещании в мэрии Воронежа особое внимание было уделено программе «Безопасный город». Команде Гусева достался явный висяк от предыдущего мэра, который так и не смог обеспечить решение важнейшей для миллионного мегаполиса проблемы – безопасности воронежцев на всей территории города. Кажется, теперь, судя по настроению Александра Викторовича, дело сдвинется с мертвой точки. Не скрою, у нас в прошлом году возникло некое недопонимание между МВД и администрацией города в части направления развития этого вида обеспечения безопасности. Пришлось нам неоднократно на площадке правительства области этот вопрос обсуждать, в том числе с участием губернатора. Но на сегодняшний день я хочу вас всех заверить, что у нас, собственно, понимание, оно общее сложилось. И в значительной мере, в том числе и с участием средств федерального бюджета, мы понимаем, куда мы будем двигаться. У нас на этот год достаточно серьезный бюджет, там будет больше 40 миллионов рублей. Но очень важно не забывать и внебюджетные наши возможности. Вот именно, Ваня Тихонович, я о них и говорю. Первое. Мы, как и договорились, нужно положение нашего постановления городского о том, что все вновь возводимые дома должны оборудоваться системами видеонаблюдения, в жизнь претворить. То есть мы должны в технических условиях на строительство этот пункт включать, а вы, соответственно, должны разработать требования к самим системам, да, к технической части этих систем, с тем, чтобы они потом стыковались с нашими, там, и так далее. Поэтому, Владимир Иванович, вот, тоже давайте подключайтесь, но здесь ответственным будет вот у нас как раз наше бюджетное учреждение. Поэтому это обязательное условие, давайте мы это в проект поручений напишем. По дополнительным пунктам для нахождения участковых, тоже давайте как-то усилим этот вот наш порученческий вариант в нашем проекте поручений. Ну, просить, наверное, да, но как-то нужно просить так, чтобы с положительным решением отреагировали на нашу просьбу. Уважаемые застройщики, поэтому это в интересах и самих застройщиков. Если они будут анонсировать, что на территории нового строительства будет присутствовать участковые, я думаю, что жители Воронежа будут с большим удовольствием покупать квартиры. И, наверное, самый большой пласт уже имеющихся и в перспективе устанавливаемых камер, это камеры, устанавливаемые на коммерческих организациях. Вот мы должны найти вариант, возможность, техническую возможность подключаться к этим камерам в тот момент, когда мы посчитаем нужным нам это сделать. Вопрос непростой, он как, с одной стороны, вопрос взаимодействия, нужно еще понять механизм доступа к этим камерам. Понятно, что есть, наверное, какие-то, скажем так, элементы, может быть, коммерческой тайны, там в этих организациях могут присутствовать, но это даже меньшая, может быть, проблема. Мы должны понять, кто и за какие, за чьи деньги и сколько это будет стоить, пройдет вот это так называемое модным сейчас словом последнюю милю. Кто подключит оптиковолокно от сервера, на который заведена камера, до сети, в которой мы можем присоединиться нашим учреждениям бюджетным. Вот вопрос очень важный, он непростой, но начинать его решать нужно сейчас. Мы с департаментом связи областным договорились, они подключатся, поэтому вы на них выходите и давайте мы реестр готовых с нами сотрудничать, организации составлять и на них отрабатывать эти моменты, а потом будем двигаться в сторону остальных. Редакция готова поддержать мэра Александра Гусева и рассказывать о бизнес-структурах, которые активно включатся в реализацию программы «Безопасный город». Продолжение следует...